Древняя столица В облике старинных зданий, в каменном узорочье нарядных церквей находим мы черты города 17 века. Этот старинный план поможет нам мысленно перенестись в Москву на три столетия назад. Кремль, центр столицы. Китай город. Белый город. За ним земляной. Такой была столица русского государства. День города начинался перезвоном кремлевских колоколов. Отворялись городские ворота, и в столицу въезжали обозы с товарами из дальних уголков страны. Москва становилась центром всероссийского рынка. Вслед за обозами пройдем по ее улицам. Нам не часто встретится каменное строение. Только церквушка или дом богача. Город в основном деревянный. Так выглядели дома ремесленных слобод. Вот как их строили. Бревна-венцы соединяли в сруб. Сруб с окнами и крышей назывался клетью. Клеть ставилась на землю или на другой сруб под клет. Жилое помещение, горница, было наверху. А внизу, в под клете, хранили продукты, различный скарб. Если дом становился тесен, к нему пристраивали новую клеть. Готовый сруб можно было купить здесь, у стен белого города, на лубином торгу. Солнце еще только взошло, а город уже полон жизни. Все спешат в центр Москвы, на Красную площадь. Целый день здесь царит оживление. То проходит отряд стрельцов, то ведут должников на правеж. Вот с крыльца земского приказа читает народу дьяк. Царю казал, и бояре приговорили. Здесь же на площади богатый столичный торг. Каких товаров тут только нет. Недаром в народе говорят, что в Москве в торгу, то бы у тебя в дому. Рядом с торгом, в Китай-городе, располагались боярские и богатые купеческие дома. Войдем в один из них, в дом боярина. Трапезная, парадная часть дома. Здесь боярин принимал гостей, поэтому она украшалась особо. Стулья новинка в 17 веке. Но общая обстановка трапезной традиционна. Вдоль стен стоят лавки, покрытые сукном. На них искусно украшенные ларцы. Выставлена на показ дорогая посуда. Суды серебряные и оловянные. Немало интересного можно увидеть в рабочей комнате хозяина дома. Государева думного человека. Вот его письменные принадлежности. Рукопись. В таком сундуке боярин хранил книги. Покупали их в Москве на Спасском мосту. Здесь были книги не только церковного, но и светского содержания. Учебники, грамматика, букварь. На картинке в букваре школа 17 века. Школ было немного. Бывало, учили и так. Однако вернемся в комнату боярина. Эту печь нарядными поливными изразцами украсили московские гончары. Большое искусство отличает их изделия. Ценинные изразцы. Цветные рельефные плитки, которыми украшались каменные здания Москвы. Но в основном гончары делали обыкновенную глиняную посуду. Ею пользовались в каждом московском доме. Не забывали гончары и маленьких горожан. О мастерстве ремесленников Москвы может рассказать и подклет боярского дома. Одежду, белье, обувь хранили в таких кованых сундуках. Смотрите, как украсили их кузнецы. Кузнечных дел мастера удовлетворяли самые разнообразные потребности большого города. Делали рабочие инструменты ремесленников. И вот такие затейливые засовы. И кованые двери для богатых домов. Искусные оружейники изготовили военное снаряжение боярина. Там же, в подклете, в берестяных коробах, деревянных чанах держали хозяйственные припасы. Все то, что присылала боярству крепостная Россия. Все богатства дома, по которому мы с вами прошли, создавались руками простого народа. Ремесленников крепостных. Ни один такой боярский дом стоял в деревянной Москве. От трудов праведных не наживешь палат каменных, говорили в народе. Потому-то неспокойно жилось владельцам роскошных палат. Да и самому государю, даже в загородном дворце в селе Коломенское. Вы видите макет. Деревянный царский дворец не сохранился. Во время медного бунта сюда, в Коломенское, шли посадские люди с шумом и многим бесчинием. Алексей Михайлович жестоко расправился с восставшими. Не так уж благополучен этот 17 век. Недаром его называли бунташным. Нередко во время восстаний толпы народа врывались даже в Кремль. А в обычные дни отсюда, из Кремля, государь и бояре правили русскую землю. Так выглядели приказы. Здесь вершился суд долгий и неправый. Макет показывает нам часть Кремля 17 века. Вот роскошный теремной дворец царской резиденции. Грановитая палата. В ней устраивались приемы иноземных послов, собирались земские соборы. Многое видел московский Кремль, седая история и вечное неумирающее сердце древней столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok